В день лицейского и гимназического братства, 19 октября, в гимназии номер один из Китимского района, состоялся праздник. Для гимназистов 19 октября – один из самых главных дней в году. Отмечать здесь дату лицейского и гимназического братства начали давно. Ежегодную традицию ничего не нарушило и нынче. Наша гимназия 29 лет назад открыла свои двери для ребят, желающих получать знания, развиваться и найти свое место в жизни. Однако история гимназий и лицеев уходит далеко в 19 столетие. В 1811 году, 19 октября, по приказу императора Александра I открывается Царско-сельский лицей, предназначенный для всестороннего образования родных братьев государя, а также юношей из дворянской знати России. Торжественная линейка в честь праздничного события собрала гимназистов в актовом зале их родного учебного заведения. История возникновения первого российского лицея, его яркие представители, их жизнь в то время. Об этом рассказывали со сцены ребята-ведущие и отрывки из фильмов. Так в зале постепенно нарастала атмосфера единения и гордости за причастие к гимназическому братству. Царско-сельский лицей останется навсегда в истории России, как одно из передовых учебных заведений первой четверти 19 века. Вы помните, когда возник лицей, как царь открыл для нас чертог царисы, и мы пришли и встретил нас куницам приветствием межчарственных гостей? Дорогие гимназисты, я вас всех поздравляю с замечательным нашим родным праздником. Уже на протяжении многих лет мы с вами собираемся 19 октября и исправляем день лицейского и гимназического братства. Братство именно. Что подразумевается? Это в первую очередь дружба, поддержка, упорство. И когда мы все с вами вместе делаем одно общее дело, мы с вами делаем добро на будущее и добро для нашей России. Я хочу вам пожелать всем творческих успехов, новых побед и открытий, новых проявлений своего таланта. И для того, чтобы наша гимназия была всегда впереди. Прославляйте ее своими победами и своими удачами. Уважаемые коллеги, учителя, я вас всех поздравляю с этим нашим замечательным праздником. Желаю вам крепкого-крепкого здоровья, терпения, благополучия и хороших, талантливых нам учеников. С праздником! Конкурс пародий «Точь-в-точь» продолжил праздничную программу дня. Проведенный несколько лет назад впервые, он настолько понравился ребятам, что стал ежегодным. Невозможно рассказать вам историю мою, очень сложно. Вспоминаю, словно сон, как знакомый с тобой, осторожно. Скоро я взлетаю, и тебя теряю. От любви своей я улетаю. Я не могу без тебя. Я все думаю, она... Участие в конкурсе принимают гимназисты среднего и старшего звена. Пародируемая группа выбиралась посредством предварительной жеребьевки. Жюри оценивало готовые номера по нескольким критериям. Артистизм, оригинальность, точное попадание в образ. Задачу упрощал тот факт, что собственного вокала от ребят не требовалось. И на первый план выходила подача пародируемой группы. Жюри призвано было определить победителей, но зрители итоги волновали мало. Гимназисты наслаждались шоу, которое состоялось благодаря стараниям их товарищей, младших или старших, неважно. Все они здесь одна большая дружная компания. Ребята поддерживали выступающих, подпевали знакомые песни и, казалось, нет здесь соперников. Праздничная атмосфера зарядила позитивом всех присутствующих на весь оставшийся день. Редактор субтитров А.Семкин